Я не в первый раз прошу прощения для дела на прошлом сутерного заседания. Я еще хочу попросить прощения, сказать, что я не хотела вам с вами. Я раскаясь и живу с этой болью, что в тот трагичный день я со всей своей семьей хотела доехать домой. И случившаяся авария, это трагедия на всю жизнь, как для вас, так и для меня. Целый год, что в мое судебное разбирательство, это судебное разбирательство, уголовное дело. И в СМИ появилось очень много неправды по поводу обстоятельств ДТП. В общественности было навязано мнение, что у машины была огромная скорость, что я постоянно нарушаю правила дорожного движения. Но это не так. У машины не была превышена скорость. И за 14 лет у меня один штраф из непристегнутой и безопасности. Сейчас моя жизнь и жизнь моих судей в ваших руках, потому что у них не с кем оставить. Еще до развода я занималась воспитанием детей, потому что их папа является действующим больнослужащим. Он сутки не уходит на больные дежурства. У него постоянные командировки по минуте води в любое время дня и ночи. И он воспитывать детей не может. У него нет просто на эти возможности. У моих родителей, у них имеются заболевания. У мамы есть онкологическое заболевание. Уже была одна операция при литинаме. У папы тоже много заболеваний. Воспитывать детей они не смогут, потому что за ними самим уже нужен уход. У Кирилла, у старшего ребенка, астма. У среднего ребенка малая аномалия развития сердца. Они стоят на учете в властной больнице. У пульмонологов и у кардиологов. Их нужно постоянно обследовать, периодически и наблюдать. Они болеют. У них то бронхит, у них то ангин. У детей, они маленькие. У самого маленького ребенка, он стоит на учете в артопеде. Ну и с плазивием и валюсной стопой. Его нужно тоже лечить и дальше показывать его врачам. В колонии поселения нет условий, чтобы их лечить. Их заболевания, которые у них имеются. И не будут от этого страдать. Судом был назначен моральный ущерб, компенсация морального ущерба для потерпевших в размере 2 миллиона 780 тысяч. Я не оспариваю данную сумму. Я и сегодня смогла вытлететь часть компенсации морального беда. И я буду продолжать это делать, но находясь в колонии поселения, у меня не будет возможности как бы дальше продолжать это делать. Ведь оставшись на свободе, я смогу устроиться на какую-то более высокооплачиваемую работу и продолжать компенсировать моральный бред потерпевшим. И я хочу, чтобы вы меня услышали и назначили наказание, не связанное с лишением свободы. А также к мнению потерпевшего, который тоже... Ну, у него есть мнение, чтобы я быстрее выплатила, выплачивала компенсацию морального беда, чтобы отсрочить наказание. Я очень сожалею о случившемся. Я прошу вас, дайте мне возможность быстрее выплатить моральную компенсацию потерпевшимся от срочек моего наказания либо назначив условного наказания. С любым вашим решением я соглашусь. Я очень сожалею о правах. Спасибо.